Привет, друзья! Поздравляю вас всех с наступившим Новым Годом! И в честь Нового Года я решил завести новую рубрику. Эта рубрика будет называться «Сенсации». Сенсации, они каждый день не происходят, но наблюдать за ними интересно. Сегодняшняя партия, которую я прокомментирую, она несомненно относится к сенсации, потому что, когда молодой шахматист уровня 2.244, именно такой рейтинг был уигравшего белыми индусского шахматиста Сришвана Марлакшикари, обыгрывает такого известного шахматиста, как Василий Михайлович Иванчук, пусть даже белым цветом, пусть даже в считающейся очень рискованной защите Бинони, тем не менее, это является однозначной сенсацией. И, конечно, с такими вещами я постараюсь Вас знакомить по мере их появления. Ну, естественно, что лучше бы было, если бы я эту рубрику завел непосредственно в день, когда была сыграна эта партия, или на следующий день, то есть она была сыграна 14 декабря. Ну, у меня были причины, по которым я не мог ни 15, ни 16 числа записать ролик, а разницы между записью 17 декабря и 2 января я, допустим, ну вообще не вижу. Итак, давайте посмотрим, что же там произошло. Как я уже говорил, была разыграна защита Бинони, причем Василий Михайлович трактовал ее через первый ход С5. Уже здесь, мне кажется, белым намного... Белые имеют намного более неприятную возможность, чем сделанный ими ход. То есть, мне кажется, ход конь С3 в этой позиции ставит черных перед большими проблемами, чем С2, С4, допускающая помимо защиты Бинони, еще и очень такой непростой для разыгрывания Волжский гамбит. То есть, В7, В5, мне кажется, вполне нормальная альтернатива. И хотя в последнее время там дела черных складываются не очень так радужно, но могу сказать, что, по крайней мере, 16 декабря на турнире памяти Максима Сорокина опытный мастер Борис Исаакович Фрадкин, друг самого известного Екатеринбургского гроссмейстера Нухима Рожковского сыграл со мной В5, и хотя я расставил все так, как я считаю правильным, как делал бы и в классику, у меня были очень серьезные проблемы. Но Василий Михайлович решил молодого шахматиста обыграть в защите Бинони и наткнулся на одно из самых принципиальных продолжений, то есть вариант трех пешек. Ну, если иногда эта позиция возникает через страиндийскую защиту, и тогда она возникает из варианта четырех пешек, естественно. Белые хотят немедленно наказать противника за такую странную расстановку пешек, за пренебрежение принципами развития, за сдачу центра в первую очередь. Вот. И хотят пойти Е4, Е5. Черные должны, конечно, как можно быстрее развиваться. Теперь следует очень неприятный шаг на Б5. Ну, кстати, неприятный-то неприятный, но, например, после конь БД7, Е5, ДЕ, ФЕ, Е6, Х4 шаг, возникает сложнейшая, очень запутанная позиция. У белых две фигуры бьются против ладьи и пары пешек противника. Но здесь требуется очень серьезный анализ для того, чтобы идти на эту позицию, причем, на мой взгляд, как белыми, так и черными. И белыми, кстати, не менее важно понять, как здесь правильно играть. Немедленно слон Е3 или, допустим, разменяться на Д7, потом взять ЕД, после слон бьет Д7, допустим, дать ФЕ2 шаг, лишая противника рокировки, и только потом где-то выйти слон Е3. То есть, уже здесь есть над чем подумать. Василий Михайлович закрылся конь Е в Д7. Это продолжение считается самым точным, самым надежным. И компьютерные оценки после него тоже достаточно благоприятны для черных. Основным ходом является... Здесь два продолжения у белых основных. Одно из них А4. В этом случае черным очень полезно дать шаг на А4 и напасть на пешку Е4. То есть, угрожая слон бьет С3, Ферс бьет Е4. И белые либо в Эншпиле без пешки должны будут играть, либо вообще вот там ладью на А1 пожертвовать за непонятно какую компенсацию. Поэтому ход конь Ф3 логичен. Белые на пешку Е4, конечно, плюют. Ну и возникает очень сложная борьба. Здесь есть ход А6, конь А6. То есть, я какие-то партии вклеил. По-моему, ход конь А6 наиболее точный. Но вот только в ответ на Е5 черные просто вынуждены бить ДЕ. Если не взять, то можно попасть под страшную атаку. А вот после ДЕ такое впечатление, что все у черных здесь в порядке. Ну, в общем, партии я вклеил. И посмотрите под описанием ролика в честбейсовский файл формата CBV. Скачайте. Особенно те, кто играет защиту Бинони. Ну или только начал играть защиту Бинони и с вариантом не знаком. После конь Ф3, ну, ход очень логичный, развивающий. И после этого хода у белых есть ясный план атаки. Дело в том, что, ну, понятно, что без А6 черным не обойтись. А6, Б5 это та-контригра, которую черные хотят получить в защите Бинони. Тем не менее, просто белые сыграли просто рокировкой. И на рокировку отошли король Х1. Возможно, точнее, немедленная А3. То есть, все-таки, допускать С4, Б4, на мой взгляд, не очень хорошо. В этой позиции у черных есть три основных хода. Василий Михайлович сделал самый логичный ход. Ладья Е8. Вполне интересным является ход ладья А7. Так играл гроссмистр Пигусов в одной из своих партий. Дело в том, что конь Д7 потом вернется на Ф6. Ладья готовится пойти на Е7. Вторая пойдет на Е8. Для давления на пешку Е4. Ход слон Б7 выглядит очень странно. Слон упирается в пешки Е4, Д5 является пассивным. И объяснить такой ход я могу только тем, что черные, может быть, где-то Ф5 хотят пойти. Хотя Ф5 тут явно не годится. Там конь Ж5, конь Е6 сразу зайдут белые. То есть выглядит очень странным ход. Тем не менее, здесь или, может быть, на следующем ходу так играл молодой российский гроссмистр Михаил Антипов. И, в общем-то, партию выиграл. То есть, ну, такой удивительный ход. Ход ладей Е8 по-человечески понятен. То есть, черные не допускают Е5. Начинают давление на пешку Е4. При слухе конь идет на Ф6. Ну, чаще на С5, конечно. И идея С4 и Б4 уже выглядит достаточно неприятной. По крайней мере, ход А3 белым вроде как делать надо. Теперь на слон Б7, мне кажется, Ф5 ставят черных просто в очень тяжелое положение. Брать на Ф5 опасно. Там конь Ж5. Угрожает ферзь Х5. Висит на Ф5. Давайте покажу. На ЖФ, конь Ж5 со страшными угрозами на королевском фланге. Ну, и вообще, вот эта расстановка. Ф5, конь Ж5, еще ферзя на А4 является для варианта основной. Ход С4 очень естественен. В этой позиции выглядит также более-менее нормальной альтернативой ход ферзь Б6. Я привел там, по-моему, одну или две партии на эту тему. Хотя, ферзь на Б6 стоит, на мой взгляд, все-таки похуже, чем на Д8. Так как совершенно очевидно, что белые собираются ферзя на А4 перевести. И вот черный ферзь как раз обязан контролировать этот важный пункт. Но это мое мнение. То есть, Василий Михайлович пошел конь С5. Это вполне разумно. И на конь Д4 сделал очень точный, на мой взгляд, ход слон Ж4. Дело в том, что слон С8 ограничен пешками Е4 и Д5. И черным, по большому счету, не нужен. После ферзь бьет Ж4, слон бьет Д4. У черных вполне комфортная позиция. Их план конь Д7, конь Ф6. И при случае вообще слон бьет С3 и конь бьет Е4. Забрать центральную пешку. Ну, потом постараться, конечно, не получить мат по черным полям. Определенная компенсация у белых, несомненно, будет за эту пешку. Вот. Но наиболее точным за белых было слон Д2 с идеей пешку Е4 всеми силами укрепить. И возникала очень сложная, неясная и интересная борьба. Тем, кто готов идти на эти позиции черными, я рекомендую включить движок и немножко подвигать, чтобы понять, в каком направлении должны двигаться фигурки. Ну, в принципе, я уже объяснил, что конь Ф6, может быть, еще ладью с А8 через А7 на Е7 перевести. И помимо давления на пешку Е4, у черных есть еще линия, связанная с ферз Б6, допустим, и А5, Б4. То есть, в целом, позиция черных выглядит вполне комфортной. Белый молодой индус, значит, решил сразу пойти дать мат. И, как ни странно, это у него получилось. После конь Д7, ФЖ, ФЖ, последовал сильный ход Е5. Я ставил эту позицию при подготовке к записи ролика, давал ее Стокфишу, дошел до 43 глубины. Там где-то час он у меня разбирался. Но, тем не менее, Стокфиш уверен, что если бы Василий Михайлович сыграл здесь слон БЦ3, на БЦ, возможно, простое конь бьет Е5. Железный друг считает, что здесь у черных полный порядок. Линию Ф черные потихонечку отвоюют. То есть, произойдут размены всех ладей. Черные кони при случае готовы на Д3 выскочить. Конь Е5, так вообще зверь, пешку Ж6 еще заезжает. Ну, или через поле Ф8, там тоже. А если белые ударят на Ж6, то после конь бьет Е5, слон бьет Ф7. Выглядит, что белые создали страшнейшую атаку. У черного короля не заезжает ровно ни одна фигура. Если мы так отрежем доску по линии, которая расположена между линиями Е и Ф, мы увидим, что черному королю плохо. На самом деле это не так. На него никто вообще не может напасть. То есть, ни одного шаха нет. Сейчас ладья через А7 подключится к защите. И, в общем-то, у черных просто выигранная позиция. Что тут померещилось Василию Михайловичу, можно только гадать. Но он сыграл слон бьет Е5, забыв защитить пешку Ж6. И после слон бьет Ж6, атака белых уже решает. То есть, черные потеряли важнейший темп. После АЖ Ферс бьет Ж6. Пара необязательных шахов. И ладья заходит на А4 с матом. Такая коротенькая, симпатичная партия, в которой Малыш победил гиганта. Можно и так сказать. И это, несомненно, сенсация. Но связано с тем, что в нужный момент Василий Михайлович просто, мое мнение, обдернулся. То есть, вместо слон бьет С3 и конь бьет Е5, взял на Е5 слоном. Понятно, что он не хуже, чем его противник понимал опасность, осознавал опасность жертвы на Ж6. Но вот, что ему предвиделось, привиделось при расчете вариантов, можно только гадать. Тем не менее, вот с подобными партиями я еще не один раз, я надеюсь, вас познакомлю. В наступившем году у всех случаются такие, я бы сказал, затмения. Но вот гениальный Василий Михайлович известен тем, что у него эти затмения встречаются тоже достаточно часто. Достаточно вспомнить, как на одном из кубков мира, может быть, даже тогда еще чемпионат мира назывался, он проиграл в 12 ходов румынскому гроссмейстеру Ливию Дитору Нисипиану. Просто в 12 ходов черными. Тоже что-то ему померещилось и зевок фигуры. В целом Василия Михайловича, как и все шахматисты, знакомые с его творчеством, я очень люблю и, безусловно, считаю его гением, которому именно его гениальность помешала стать чемпионом мира. Реальный шанс у него стать чемпионом мира был, на мой взгляд, в 2002 году, когда он играл финальный матч в Москве, бился с Русланом Пономаревым за звание чемпиона мира. Фиде. Ну, в общем, на этом я с вами попрощаюсь. Рубрика открыта. Обещаю, что будет пополняться. Обязан просто сообщить, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее. С Новым Годом еще раз.